Приветствую вас, Екатерина. Я думаю, что изначально вопрос, который вы задаете, является несколько непродуктивным, несколько деструктивным в контексте того, что вы пытаетесь найти право, а их нет. И я даже больше скажу, что если вы найдёте право и виноват, то это ничего не изменит. Это не изменит того факта, что вам, например, нужно менять своё поведение по отношению к людям, в том числе к близким. Нужно выстраивать какие-то личные границы. Это не изменит того, что у вас много боли и травм. Это не изменит того, что вы зависимы от людей, что вы нуждаетесь в близких людях, а те этим пользуются и поворачивают. Поворачивают это всё так, как удобно. Это не изменит вашей низкой самооценки, ваших страхов, вашей потребности во внимании. И это не изменит того, что вам не интересна ваша жизнь, помимо семьи и некоторых людей. Это не изменит того, что вы склонны перекладывать ответственность на других людей за себя. Это не изменит того, что вы к себе предъявляете достаточно требований. Наконец-то это не изменит того, что вы не знаете себя. То есть немножечко не в ту сторону вы двигаетесь в своих вопросах. Давайте постараемся всё пойти по порядку. Вы говорите, по настоянию мамы я там, значит, бросил принимать препараты. А вот задайте себе вопрос. С учетом того, что вы написали, я не буду всё это засчитывать. С учетом того, что вы написали, почему по настоянию мамы вы бросаете препараты? Нет, я не говорю, что вам не надо бросать препараты. Может быть и надо, тем более, что препараты серьёзные. Но почему по настоянию мамы? Вы говорите, что долго общались с психологом, но при этом в качестве психотерапевта вы используете именно мам. Понятно, что маме можно и нужно пожаловаться. Но опять же, насколько это уместно с учетом того, что вы рассказали. И самое главное, решая для этого проблему. Например, вы говорите, мой муж не поддерживает меня, не успокаивает, не предлагает решение моей проблемы, а просто обнимает. Здесь идёт перекладывание ответственности, вы в этом месте проскакиваете, то есть вы не заменьшаете того, что, ну, того, что это происходит, того, что вы перекладываете ответственность, вы не заменьшаете, к сожалению. И жалуетесь маме, это не решает проблемам, только её усиливает. Дальше. Вы говорите, что вот, значит, мой брат и его жена, значит, пьяницы, что они там любят выпить. Но вы позволяете им приехать, вот. И это всё говорит о том, что вы не заменьшаете своих личных границ и не выдерживаете их, не отстаиваете их. Ваши отношения с мужем кажутся мне несколько странными, потому что вы говорите, что муж встаёт на сторону брата и его жены, ну, в этой позиции. Я невольно в этой статье, я невольно задаюсь вопросом, вопросом, если муж занимает позицию брата и жены, какие у вас с ним отношения? Потому что если в целом отношения у вас хорошие, а у меня вопрос, у меня по этому поводу есть вопросы, потому что вы говорите, что он не успокаивает, не поддерживает, не предлагает решения. Я почему должен предлагать решения, мне очень понятно. Он может это сделать, безусловно, но почему он должен, вот. Но если у вас хорошее отношение и он при этом занимает сторону вашего брата и его жены, то эта ситуация требует тщательного рассмотрения. Если муж не впервые занимает сторону не вашу, то это повод поработать на это отношение с мужем. Это любого для, собственно, семейной терапии. Любого для семейной терапии. Что касается ваших психосоматических проявлений, то здесь я выделю, пожалуй, истерику. Да, потому что вы говорите, что тяжело болею нет диагноза, но чем именно тяжело болеете и где боли у вас, вы не говорите. Так вот, я выделю истерику и предположу, что болеете вы, что вы привлечь не надо. Давайте подумаем, что будет, что было бы, если бы вы не болели. Вот, ну, что происходило бы, если бы вы не болели. Скорее всего, вас бы не замечали. Скорее всего, вы чувствовали бы себя ненужной. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Ненужной, там, своим родным, маме, вот. Опять же, могу ошибаться, могу ошибаться. Я бы не сказал, что в вашем тексте есть указание на то, что у вас имеются увлечения. Такие, серьезные. Вы говорите о том, что боитесь, что не сможете родить. То есть, вот. Волнует вас вот этот момент. Сможете ли вы родить или нет. И ни в коем случае не хочу обесценить ваше желание родить детей. Хотите, как бы, на здоровье. Но, не могу не спросить, а помимо, вот помимо этого, еще что-то интересное у вас в жизни есть? Еще, еще чем-то помимо вы увлекаетесь, еще что-то вам интересно. Вот. Потому что есть ощущение, что, возьми вам, ну вот, только люди. Такое ощущение у меня возникают. И я не могу сказать, что это хорошо для вас. Понимаете? Я не могу сказать, что, ну, что для вас это полезно. Потому что, как мне кажется, вы становитесь зависимым. И, как мне кажется, чем дальше это происходит, тем более зависимые становятся. Ну, я имею ввиду от людей, которые рядом с вами. Я бы соврал, если бы сказал, что это случайность. К сожалению. Поэтому я очень хочу, чтобы вы крепко подумали обо всем, что я вам сказал. Чтобы задали себе вопрос, куда я иду, с кем я иду и зачем. И разделяют ли эти люди, с которыми я иду, то, чего я хочу. Если не разделяют, то, может быть, вам с этим людьми не по пути. Если любые ваши отношения или все отношения заканчиваются тем, что вы описываете, плюс-минус, плюс-минус, повод поработать над собой. Как мне кажется, у вас много травм и много боли. Как мне кажется, я не знаю, конечно, ну вот, я не знаю, о чем вы говорили. С психологом, да, то есть, ну, как бы, в смысле, ну, в смысле, над чем вы работали, я не знаю. Вот, но я не уверен, что вы в полной мере прожили травму, которая у вас вот есть. Я в этом не уверен. И, возможно, стоит обратить внимание именно на этот, в первую очередь. Возможно, стоит обратить внимание именно на этот аспект, в первую очередь. И дальше уже смотреть. Смотреть, что вам делать дальше, в какую вам сторону двигаться и так далее. Вот это, как мне кажется, крайне важный момент. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что это было вам интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и успешного разрешения всех ваших проблем. Вот оно хватит больше сделал газета, куда та tide time 50ä1-200 мм. Продолжение следует.